Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Самарскую область доставили 14 тысяч упаковок лекарства от коронавируса. На закупку препаратов из федерального бюджета выделено 119 миллионов рублей. Еще 60 миллионов это средства региональной казны. На сегодняшний день все учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включились в работу. Доставка лекарств амбулаторным пациентам осуществляется мобильными бригадами. При этом объем и режим терапии определяет лечащий врач. Разработано более 10 схем лечения амбулаторных пациентов. В зависимости от состояния, каждому доктор будет назначать лечение по той или иной схеме. То есть для одного пациента это может быть один препарат, для другого два или несколько. Кроме того, перед назначением отдельных препаратов потребуется проведение лабораторных исследований. По всем вопросам организации лечения важно взаимодействовать с лечащим врачом. Берутся анализы, ежедневно выходит врач, наблюдает, проводит сатурацию, аускультацию, корректирует лечение, если это требуется. Если требуется назначение внутривенных препаратов, антибиотиков, то также выезжают медсестры и делают эти инъекции на дому. И при положительной динамике эти пациенты остаются дома и благополучно выписываются с выздоровления. Еще 218 случаев заболевания коронавирусом выявили в регионе. Из них 74 в Самаре, 34 в Тольятти, 12 в Кенеле. В Сызрани и Приволжском районе новую инфекцию выявили у 11 жителей. Пятую строчку из 10 заболевшими занимает Красноармейский район. Большая часть пациентов, которым диагностировали коронавирус, это люди с изначальным диагнозом ОРВИ или пневмония. Их 190. Еще 15 человек не знали о болезни, пока не сделали тест. 13 новых больных контактировали с зараженными. Получается, что за все время пандемии в регионе зафиксировано 19 728 случаев коронавируса. Выздоровели 90% пациентов. Это 17 821 человек. В том числе за минувшие сутки лечение закончили 265 пациентов. Из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Похвестнево, Кенеля, Новокуйбшевска, Отрадного и Ворского района выписали 127 человек. Остальные 138 лечились дома. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог справиться с опасной инфекцией. Их теперь 369. За сутки жертвой коронавируса стал еще один наш земляк. В регионе на 40% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За прошлую неделю зарегистрировали более 17 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Из них свыше 5000 в Самаре. Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается среди детей до 2 лет. Ниже на 72%, от 3 до 6 лет на 64%. От 7 до 14 лет на 59% говорится в сообщении ведомства. При этом в Самарской области эпидпорог по совокупному населению превышен на 40%. О возрастной группе наблюдение от 15 лет и старше почти в три раза. Стоит отметить, что в основном циркулируют вирусы негриппозной и теологии парагрипп, аденовирусы. Но также болеют и гриппом, который коварен с осложнениями. Уже следующей весной выпускники школ будут сдавать единый госэкзамен с помощью компьютера. Новое введение касается только информатики. Самарские старшеклассники уже опробовали новый формат на практике. Тренировочные испытания проходят по всей стране. Наша съемочная группа наблюдала за процессом в Самарском лицее информационных технологий. На первый тренировочный экзамен словно на настоящий. Впрочем, будущий выпускник Андрей Харахурин в своих силах уверен. Говорит, к ЕГЭ по информатике их начали готовить еще год назад. Сегодня старшеклассники впервые решают задание единого госэкзамена на компьютерах. Лучше на компьютерах это, в принципе, сильно меняет экзамен, потому что, кроме того, что ты сам можешь, ну, как-то нарешать на листочке и посчитать что-то, ты можешь почти каждому заданию написать программу и проверить себя, если у тебя осталось время. Прорешивали вот эти вот электронные варианты ЕГЭ, там, суть была та же, но форма чуть-чуть другая, тестовая была. Вот, прорешивали пару вариантов, да, на уроках и на доп. занятиях. Тренировочный ЕГЭ по информатике с помощью компьютера проводят по всей стране. В нем принимают участие те ребята, кто выбрал этот предмет в качестве выпускного экзамена. В течение года планируют провести три подобные тренировки. Это важный технический момент, чтобы на самом экзамене в конце учебного года не возникло сбоев. Для нас на этом этапе самое главное – отработать всю технику, потому что вы прекрасно понимаете, что это определенные технические условия, они должны быть равные, во-первых, для всех детей, а во-вторых, не должно быть никаких сбоев. Поэтому на территории области 23 пункта, и эти все 23 пункта, все три апробации будут каждый раз пробовать, пробовать и пробовать. В чем, так сказать, такое некое преимущество Самарской области? Мы в прошлом году пилотно пробовали в отдельных пунктах эту историю. Не на этапе сдачи экзамена, а на этапе подготовки. Поэтому мы уже кое-какие узкие места знаем. Для проведения тренировочного экзамена каждому участнику подготовили современные компьютеры и установили специальные программы. В течение почти четырех часов они должны решить 27 заданий разной сложности. Специалисты отмечают такой подход, когда используют компьютеры на ЕГЭ, не планируют применять для всех предметов. Ексир Алексей, Бедмитрий Лукин, СТВ На улице мороз, но согреться не получается даже в своих квартирах. Десятки жителей и несколько домов по улице Калинина в Самаре до сих пор остаются без нормального отопления. К решению проблемы люди настоятельно просят подключиться администрацию промышленного района, так как добиться положительного результата и каких-то действий от коммунальщиков своими силами у них не получается. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дежурные по городу». Рассказать о своей проблеме вышли жители сразу нескольких домов. Отопительный сезон стартовал более полутора месяцев назад, но здесь батареи до сих пор холодные. Мы мерзнем, замерзаем. Вообще нулевые батареи. Как так может быть? Ни долгов, ничего у нас нет. Куда бы ни звонили, нам везде никакой не решают проблемы, а все отправляют туда, туда Баварийку позвонили, говорим, дайте нам, пожалуйста, хоть телефон, к кому обратиться. У меня телефонов нет, ни от кого ничего не добьешься. Как быть, вот не знаем. Затопление ведь тоже немало с нас берут. Постоянно у меня незадолженности, ничего нет. Платим как положено. Но только с нами обращаются не так, как с жильцами. У нас дома очень холодно, хотя мы живем на втором этаже с ребенком. Греемся обогревателями, сейчас минус 10, минус 15 ночи. У нас даже обогреватель уже не спасает. Да и платить теперь приходится в два раза больше. Счетчики в квартирах крутят с бешеной скоростью. В итоге часть бюджета съедают электронагревательные приборы. За отопление мы платим, получается, 2 900 в месяц. И вот в октябре у меня вышла сумма 2 900 и за свет, потому что я постоянно греюсь обогревателями, 1000 рублей. Для меня это очень накладно. Получается, 4000 мы платим только за отопление, которого у нас нет. Звонили управляющему микрорайонам, звонили депутатам. Депутаты приходят только, когда у них выборы. Люди не ожидали, что зиму будут встречать в таких условиях. Еще в летний период в некоторых домах полностью заменили систему отопления. Все трубы и коммуникации новые, а тепла нет. Возможно, говорят жители, причина в местной котельной. Мы, конечно, думали, что у нас будет очень тепло, уютно и красиво. А получилось все наоборот. Потому что компания, которая вообще отопливает наши все дома, работает не очень, так скажем, сознательно, на совесть. У нас очень холодно в квартирах. Мы, конечно, очень хотим, чтобы компании, которые отапливают наши дома, обратили на нас внимание и исправили свои все ошибки. Жители требуют, чтобы к решению их проблемы подключилась районная администрация, так как зимой в минус 20 сидеть без отопления будет не только некомфортно, но и вредно для здоровья. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ Задержание продавца водительских прав в Самаре, исчезновение полутора тонн зерна в Воростянском районе и ДТП с пострадавшим в Тольятти. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Тольятти. Авария произошла около 6 утра на улице Дзержинского. По данным ГИБДД, при развороте на проезжей части 49-летний мужчина, водитель Тойоты не убедился в безопасности. Маневры и машина протаранила Вазовскую калину, которая от удара съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате столкновения ее водитель, это 28-летняя девушка, получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение. До пяти лет лишения свободы грозит 45-летнему жителю Ховоростянского района. По версии следствия, мужчина вывез со склада одного из предприятий полторы тонны ячменя. Зерно злоумышленник вывез на личном автомобиле в несколько заходов. По словам мужчины, зерно он собирался использовать в личных целях для корма домашних животных и птицы. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Полицейские задержали жителя Самары, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, 12 ноября этого года подозреваемый получил от женщины 111 тысяч рублей, из которых 37 тысяч якобы предназначали сотрудникам ГИБДД за выдачу водительского удостоверения трем гражданам без фактического прохождения обучения и формальной сдачи экзамена. По делу продолжаются следственные действия. Благодарность и дань уважения. 19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. В честь праздника для участника Великой Отечественной войны жителя Шанталинского района Льва Михайловича Отминеева военный оркестр 2-й армии Центрального военного округа дал концерт. На фронт Лев Михайлович отправился, когда ему было 17 лет. Воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня «Катюша». Попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за отвагу и не только. В ходе выступления оркестр исполнил мелодии военных лет. Почетному артиллеристу также вручили подарки. В областной юношеской библиотеке уже в десятый раз прошел молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы». В этом году из-за пандемии формат проекта несколько изменился. Впрочем, это не помешало провести праздник с особенной теплотой. «Мы талантливы» – это уже в десятый раз доказали участники фестиваля инклюзивного творчества. В этом году главной темой проекта стал юбилей Великой Победы. Стихи о героях, песни о войне, рисунки и творческие подделки на военную тематику – «Все это пронизано теплотой и особым трепетом». «Они вернулись всем смертям на зло. Хотя, кантужин каждый был или ранен, или же совсем немногим повезло, как говорится, даже без царапин». «В этом стихотворении сказано практически все о войне. О ее ужасах, о скорби, которые она передает. Я считаю, что нам нужно помнить, потому что, когда мы забудем о нашей истории, мы будем допускать ошибки этой истории. Я не хочу допускать ошибок, которые уже были допущены». Сам фестиваль прошел в формате тематических площадок и гала-концерта. В этом году из-за пандемии количество участников пришлось сократить. Впрочем, все, кто хотел выступить, но приехать не смог, представили свои номера в режиме онлайн. «Важен именно тот момент, что мы даем возможность ребятам с разными стартовыми условиями, с разными возможностями высказаться, показать свою творческую позицию именно в единый момент, когда они собираются все вместе. То есть это достаточно немного таких мероприятий. Ребята показывают друг другу свое творчество. И тут главное даже не конкурсная программа, кто лучше, кто хуже, а дело именно в том, что люди общаются между собой и меняются каким-то опытом». Главная цель инклюзивного фестиваля – создать такие условия, чтобы каждый молодой человек с ограниченными возможностями здоровья мог раскрыть свой творческий потенциал, рассказать о своем таланте и просто найти друзей. Все участники проекта получили ценные призы. На этом у нас все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...